Всем большой привет! Сегодня сразу три рецепта, как вкусно заготовить огурчики на зиму. Каждый способ хорош по-своему. Объединяет их то, что можно использовать огурцы разного размера. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Первый рецепт. Хрустящий салат из огурцов без варки. При таком способе сохраняется максимальное количество полезных веществ. 1 килограмм огурцов нарезаем кружочками толщиной примерно 5-7 миллиметров. Одну луковицу среднего размера режем тонкими полукольцами. 80 граммов чеснока трем на мелкой терке или пропускаем через пресс. Подготовленные овощи складываем в миску. Добавляем 25 граммов соли, 65 граммов сахара, 45 миллилитров 9% уксуса и хорошо все перемешиваем. Накрываем миску крышкой и отправляем огурцы на 12 часов в холодильник. По истечении времени перемешиваем огурчики еще раз и раскладываем их по сухим стерильным холодным банкам. При этом салат хорошо уплотняем. Когда банки будут наполнены доверху, заливаем огурцы выделившимся соком. Затем берем капронную крышку для консервирования с термобортом. Заливаем ее на 10-15 секунд кипятком, промакиваем салфеткой и закрываем банку с огурцами. Можно закрутить железной крышкой, но особой надобности в этом нет. Из указанного количества продуктов получаются 2 пол-литровые баночки плюс немного на пробу. Хранить такие огурчики нужно в прохладном месте. Второй рецепт. Очень вкусная огуречная икра. Рецепт хорош не только из-за своих вкусовых качеств, но и потому, что можно пустить в дело переросшие или некондиционные огурцы. Переросшие огурцы очищаем от кожицы. Затем натираем их на крупной терке. Если у вас обычные зеленые огурчики, их чистить не нужно. Дальше перекладываем огуречную массу в сито и даем стечь лишнему соку. У меня чистый вес огурцов получился 1 килограмм и 200 граммов. Пока сок стекает, подготавливаем остальные овощи. Натираем на крупной терке 300 граммов моркови. Отдельно трем на этой же терке 300 граммов помидоров. 300 граммов лука нарезаем мелкими кубиками. Из сладкого перца удаляем семена и нарезаем его небольшими кусочками. Чистый вес перца должен тоже получиться 300 граммов. 30 граммов чеснока мелко рубим ножом. Точно так измельчаем кусочек острого перца. Теперь разогреваем сковороду. Вливаем в нее немного рафинированного подсолнечного масла. Высыпаем туда лук. И жарим его минут 5-7 до мягкости. Затем такую же процедуру повторяем с морковкой. Дальше обжариваем 3-5 минут сладкий перец. И в заключении помещаем в сковороду с маслом тертые огурцы. Жарим их минут 10 до испарения жидкости. Все обжаренные овощи перекладываем в широкую подходящую для варки посуду. Добавляем туда тертые помидоры. 15 граммов соли. 50 граммов томатной пасты. Хорошо перемешиваем. И отправляем на небольшой огонь. С момента закипания тушим овощи 20 минут. Время от времени содержимое миски мешаем. Через 20 минут добавляем в овощную массу 5 граммов сахара. Измельченный острый перец. Рубленный чеснок. И продолжаем варить еще 5 минут. Затем даем получившейся массе немного остыть. Еще теплые овощи превращаем в пюре с помощью погружного блендера. После чего доводим икру до кипения. При необходимости добавляем соль или сахар на свой вкус. И варим ее на медленном огне ровно 5 минут. В конце добавляем 20 миллилитров 9% уксуса. Хорошо перемешиваем. Сразу раскладываем по стерильным банкам. И закатываем. Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 пол-литровые баночки. Одна 200 граммовая. И еще осталось немного на пробу. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Третий рецепт. Маринованные огурцы по-фински. Этот способ удобен тем, что ничего заливать, переливать и стерилизовать не нужно. Высыпаем в миску 100 граммов соли. 250 граммов сахара. 5 граммов семян горчицы. Наливаем 2 литра воды. Размешиваем. Добавляем 3 лавровых листа. И отправляем на огонь. Пока маринад будет закипать, подготавливаем огурцы. Обрезаем у них хвостики. А затем делим каждый огурчик на шайбочки толщиной 2-3 сантиметра. Хочу обратить ваше внимание, что огурцы надо предварительно замочить в холодной не хлорированной воде на 2-3 часа. Когда маринад закипит, добавляем в него 220 миллилитров 9-ти процентного столового уксуса. И засыпаем 3 килограмма порезанных огурцов. А теперь внимательно следим. Как только огурчики поменяют цвет, сразу выключаем огонь. Обычно на это уходит примерно 5 минут. Дальше раскладываем огурцы по стерильным банкам. При этом хорошо их уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Заливаем огурчики маринадом до самого края банок, даже чуть с горкой. Накрываем стерильными крышками, закручиваем и переворачиваем вверх дном. Если ничего нигде не подтекает, тепло укутываем их и даем полностью остыть. Хранить их можно при комнатной температуре. Вот и всё! Вкусные огурцы на зиму в трёх вариантах готовы! Выбирайте на свой вкус! Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал! Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях! Субтитры создавал DimaTorzok